Беседа о воскресении мертвых Прежде мы беседовали с вами о догматах и о славе Единородного Сына Божия, заграждая уста унижающих его достоинства и отчуждающих его от родителя. Сегодня хочу заняться учением преимущественно нравственным и предложить по учению вообще о жизни и поведении. Вернее сказать, эта беседа будет не только нравственная, но и догматическая, так как я намерен изложить учение о воскресении. Этот предмет многосторонен, он и в догматах служит руководством для нас, благоустрояет и жизнь нашу, освобождает и промысл Божий от всякого обвинения. Как неверование в него расстраивает нашу жизнь, наполняет ее бесчисленными бедствиями, не спровергает все, так верование убеждает нас в бытии промысла, располагает тщательно заботиться о добродетели и с великой ревностью избегать порока, и наполняет все спокойствием и миром. В самом деле, кто не ожидает воскресения и не верит, что он отдаст отчет за свои здешние дела, а думает, что все наше ограничивается настоящей жизнью, а за ней нет больше ничего, тот не будет заботиться о добродетеля, да и как он будет заботиться, когда не ожидает никакого воздаяния за труды, не отстанет и от зла не ожидает себе никакого наказания за злые дела свои, но предавшись постыдным страстям, впадет в пороки всякого рода. А кто убежден в будущем суде и имеет перед очами то страшное судилище, неизбежный отчет в делах и неподкупный приговор, тот всячески будет стараться соблюдать и целомудрые, и кротость, и другие добродетели, а не воздержание и дерзость, и всякого другого порока избегать. Через это он будет в состоянии без всякого затруднения и заградить уста обвиняющим промысл Божий. В самом деле некоторые видят, что люди кроткие, целомудренные и живущие по правде терпят бедность, бывают притесняемы, подвергаются клеветам, едва имеют необходимое пропитание, часто страдают и продолжительной болезнью, и тяжкими недугами, и не получают никакой помощи, а обманщики, нечестивцы и преданные разным порокам, изобилуют богатством, роскошествуют, одеваются в блестящие одежды, сопровождаются огромной толпой слуг, служат предметом удивления, пользуются властью, имеют великое дерзновение перед самим царем. Видя это, некоторые обвиняют промысл Божий и говорят, где же тут промысл? Где же праведный суд? Целомудренный и кроткий бедствует, а невоздержанный и развратный благоденствует. Тому удивляются, а этого презирает. Тот наслаждается великою роскошью, а этот в бедности и крайнем затруднении. Сомневающийся в будущей жизни замолчит и решительно ничего не скажет, а умеющий мудрствовать о воскресенье легко остановит хулу, и негодующим это скажет. Перестаньте изощрять язык свой против сотворившего нас Бога. Дела наши не ограничиваются настоящей жизнью, но мы стремимся к другой жизни, гораздо более продолжительной или лучше не ищей конца. И там этот бедняк, живущий добродетельно, непременно получит воззаяние за труды свои, а развратник и обманщик подвергнется наказанию за свое нечестие и неправедные удовольствия. Итак, не будем судить о промысле Божьем только по-настоящему, а станем судить и по-будущему. В настоящей жизни есть борьба, подвиг, поприще, а будущее – воззаяние, венец, награда. Как ротоборцу в борьбе нужно сражаться в поту, в пыли, в зное, в трудах и страданиях, так и праведнику здесь нужно много терпеть и все переносить великодушно, если он хочет получить там светлые венцы. А если кого смущает благоденствие нечестивых, тот пусть еще представит, что как разбойники, расхитители, гробницы, человекоубийцы и морские пираты, прежде нежели они попадут в судилище, наслаждаются изобилием, приобретая свое благополучие чужими несчастьями, собирая неправильные богатства и всякий день пьянствуя, когда же подвергнутся приговору судьи, то за все это получают наказание. Так и те, которые покупают блудник, устрояют сиборитские пиршества, гордо поднимают брови, величаются на торжеще и притесняют бедных. И они в то время, когда придет единородный Сын Божий с ангелами своими, сядет на престоле и поставит перед собой всю вселенную, будучи приведены ногами и без всякой пышности, не имея ни в ком ни защитника, ни покровителя, без всякой пощады будут ввержены в огненные реки. Посему не ублажай их за здешнее их наслаждение, но плач о предстоящем им наказании, равно и праведного не называй несчастным за здешнюю его бедность. Но ублажай за будущее богатство благ и вкорени в душе свои учения о воскресении, дабы тебе, если ты благочестив и подвергаешься искушениям, сделаться более терпеливым, почерпая более ревности в надеждах на будущее, а если нечестив, отступить от нечестия, соблюдая себя целомудреннейшим по страху будущего наказания. Поэтому и Павел непрестанно повторяет нам учения о воскресении, как и сегодня вы слышали такие слова. Знаем, что когда земной наш дом, храмина этого тела разрушится, мы имеем от Бога нерукотворенные обители, вечные на небесах. Впрочем, обратимся к тому, что сказано выше, и посмотрим, как он перешел к учению о воскресении. Не спроста и не случайно выдвигает он постоянно это учение, а с намерением научить будущему. И вместе с тем желаю укрепить подвижников благочестия. Ныне, правда, по благодати Божией, мы наслаждаемся полным миром, так как и цари живут в благочестии, и начальники узнали истину, и простолюдины, и города, и народы, освободившиеся от заблуждения, все поклоняются Христу. Но тогда, в начале проповеди, когда семена благочестия только что посеивались, была война сильная, разнообразная и разнородная. Наверное, хвостовали и начальники, и цари, и домашние, и родные, и все. Даже вопреки самой природы велась эта война. Часто отец предавал сына, мать, дочь, господин раба. И не только одни города, не только страны, а часто и дома восставали друг на друга. И тогдашнее смятение было тяжелее всякой междоусобной войны, так как и имущество расхищалось, и свобода отнималась, и самой жизни грозила опасность. И не потому, что нападали и притесняли варвары, а потому, что сами те, которые считались повелителями и начальниками, были настроены к подчиненным хуже всяких неприятелей. И Павел, указывая на это, говорил. Евреям 10.32-34 Помните прежние дни ваши, когда вы были просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служат зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. И Галатам он говорил, неужели столько пострадали вы напрасно? О, если бы только напрасно! И с писалоникийцем, и с филиппийцем, и всем вообще, кому посылает письма, он свидетельствует о многом подобном. И не то только было тяжело, что от вне была воздвигаема жестокая и постоянная война, но и то, что между самими верующими возникали некоторые соблазны, споры, состязания, несогласия. Выражая это самое, Павел и говорит, «От вне нападение внутри страхи». 2 Коринфянам 7.5 Эта война была гораздо тяжелее внешне и для учеников, и для учителей. Поэтому-то и Павел не так боялся козни врагов, как внутренних падений и преступлений между своими. Так, когда впал в блуд некто у Коринфян, он проводил все время всетывания преступники, терзаясь сердцем и горько рыдая. Было еще и третье обстоятельство, которое не меньше вышесказанно стяготило верующих. Именно самое свойство дела, требовавшего многих усилий и трудов. Нелегок в самом деле и неудобен был путь, по которому вели их апостолы, но трудный и неудобопроходимый, для которого нужна душа любомудрая, неусыпная и во всех отношениях безукоризненная. Поэтому и Христос назвал этот путь узким и тесным. Им нельзя было жить без страха, как язычникам, в делах постыдных, пьянстве, объедении, роскоши и пышности. Им нужно было и обуздывать гнев, и укращать непристойные пожелания, и презирать богатство, и пренебрегать славою, и быть выше зависти и клядеты. А каких трудов требуют такие подвиги, это знают те, которые ежедневно борются со страстями? Что, скажи мне, свирепи и нечистой похоти, которая, подобно бешеному псу, непрестанно бросается на нас всякий день, беспокоит нас и требует души постоянно бодрствующей, что мучительнее гнева? Приятно отомстить обидевшему, но это не позволялось. И что я говорю, не позволялось мстить обидевшему. Должно было благодетельствовать обижающим, благословлять злословящих, не произносить даже ни одного оскорбительного слова. Целомудрие же требовалось обнаруживать не в делах только, но и в самых помышлениях. Нужно было удерживаться не только от нечистого дела, но и от нечистого взгляда, и даже не взирать с услаждением на лица благообразных женщин, так как и за такой взгляд можно подвергнуться крайнему наказанию. Так велика была война от вне, велик страх внутри, много трудов в совершении дел добродетельных. К этому присоединялось и четвертое обстоятельство, неопытность тех, которые имели подвязаться столь великим подвигом. Апостолы приняли таких людей, которые не наследовали от предков благочестия, но были воспитаны в неге, роскоши, пьянстве, распутстве и невоздержании. А это немало затрудняло подвиги, то есть, что они не издревле и не от предков научились такому любомудрию, а только теперь приступили к этим подвигам. Итак, когда подвижникам представлялось столько затруднений, апостол, желая ободрить их в труде, часто говорил о воскресении. 4.62. И не этим только он увещевает и укрепляет ротоборцев, но и повествованием о собственных страданиях. Поэтому прежде, чем завести речь о воскресении, он излагает свои страдания, говоря так. 2 Коринфянам 4 глава 8-9 стих. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Не излагаемы, но не погибаем. Указывая этим на ежедневной смерти, то есть, что подвижники были как бы живыми мертвецами, ежедневно предаваемыми на смерть. Внушив им это, он потом идет речь о воскресении. Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилия благодати, тем больше и во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем. Но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 14-16 стихи. Имея величайшим утешением в подвигах, надежда на будущее благо. И не сказал им, посему не стужайте, но что? Но не унываем. Посему выражаю, что и сам он непрестанно в подвигах. На олимпийских состязаниях ротоборец подвизается внутри. Распорядитель же, сидя вдали, подает помощь словами, настолько лишь помогает ротоборцу, насколько может кричать и восклицать. А подойти ближе и подать помощь руками не позволяет ему никакой закон. А в подвигах благочестия бывает не так. Но здесь один и тот же бывает и распорядителем борьбы, и вместе ротоборцем. Поэтому он сидит не вне поприща, но вступает в самое состязание и укрепляет всех, которые борются вместе с ними, говоря, посему мы не унываем. Но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Пик 16. Посмотри на мудрость апостольскую. Сперва он ободрил их самыми страданиями, сказав, посему не унываем, ободрил воскресеньем Иисуса, сказав, что Христос воскресит нас. Посмотри. Потом употребляет и другой способ утешения. Так как многие из людей малодушные, слабые и жалкие, хотя и верят в воскресенье, но обращают на него мало внимания, за отдаленностью времени, колеблются и падают, то он прежде воскресенья указывает и на другую награду и воздаяние. В чем же именно это последнее? Ибо если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Внешним человеком называет он тело, а внутренним человеком именует душу. Смысл слов его следующий. Еще прежде воскресенья и наслаждения, будущей славою, мы уже получаем немалое воздаяние за труды в том, что от самых скорбей душа наша обновляется, становится более мудрою и благоговейною, приобретает большее терпение, становится твердейшую и сильнейшую. Как те, которые совершают телесные подвиги, еще прежде венцов и наград получают великую награду в самом упражнении и борьбе, делая через упражнение свои тела более здоровыми и крепкими, избегая всякой болезни, так точно и в подвигах добродетели, еще прежде чем отверзется небо, прежде чем придет Сын Божий, прежде чем мы получим воздаяние, великую награду мы получаем от них уже в том, что душа наша становится более любомудрою. Как те, которые много плавали по морям, испытали множество волнений, боролись с многими зверями, выдержали много бурь, еще прежде выгод самой торговли получает немалую пользу от такого продолжительного путешествия в том, что приобретает смелость и отважность на море и бесстрашность удовольствием совершают морские странствования. Так точно и в настоящей жизни тот, кто перенес много скорбей для Христа, кто потерпел много бедствий, еще прежде Царство Небесное получает великое воздаяние в том, что приобретает уже дерзновение пред Богом и делает душу свою более возвышенную, так что наконец посмевается над всеми бедствиями. А чтобы сказание стало очевиднее, я хочу пояснить это на примере. Сам именно Павел, испытавший множество бедствий, немалое получал воздаяние уже и в том, что посмевался над мучителями, противостоял неистовому народу, презирал всякое мучение, оставался непреклонным и перед зверями, и перед железом, и перед морями, и перед пропастями, и перед возмущениями, и перед кознями, и перед всеми бедствиями. А с этим что может сравнить? В самом деле, человека неопытного и не переносившего никакой беды обыкновенно смущает и маловажные дела, или лучше не только самые дела, но и одно лишь ожидание их. Что я говорю? Одно ожидание. Даже тени пугает и устрашает такого человека. Напротив, кто приступает к подвигам, испытав все и претерпев бесчисленные бедствия, тот бывает выше всех их. И посмеивается над угрожающими, как над каркающими воронами. Немало этот венец, немаловажная эта награда, когда ничто человеческое не может опечалить его. Когда страшное для других делается для него не стоящим внимания. Когда над тем, чего другие страшатся и трепещут, он может посмеиваться силой своего терпения, достигнув любомудрия сил ангельских. Подлинно. Если мы ублажаем тело, которое может без боли переносить и холод, и зной, и голод, и недостаток путешествий, и другие труды, то гораздо больше должно ублажать душу, которая может мужественно и неустрашимо переносить все удары бедствий, и во всех обстоятельствах сохранять свой ум свободным от рабства. Такой человек царственнее самих царей, потому что царю могут много вредить своими замыслами и злодеяниями, и оруженосцами, и друзья, и враги. А тому, у кого такая душа, как я теперь сказал, не может повредить ни царь, ни оруженосец, ни слуга, ни друг, ни враг, ни сам дьявол. Да и как это было бы возможно, когда он научился не признавать бедствием ничего, что другими считается бедствием? 464.102. Таков был блаженный Павел, поэтому он и говорил, Римлянам 8 глава 35-37, что отлучить нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, За тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за вес обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. То же самое выразил он и там, сказав, Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Слабее, как бы так, говорит он, становится тело, Но душа делается сильнее и крепче, и более окрыляется. Подобно тому, как воин, носящий тяжелое оружие, как бы он ни был мужествен и храбр, не может быть страшен для неприятеля, потому что тяжесть оружия препятствует быстроте ног и воинской ловкости. А если возьмет оружие легкое и удобно носимое, то налетает на противников, подобно птице. Так и тот, кто не уточняет своей плоти ни пьянством, ни негою, ни роскошью, но постами, молитвами и великим херкением в скорбях, делает ее более легкой и тонкой, как птица, несущаяся сверху с великой стремительностью, нападает на полки бесов, легко не излагает противные силы и покоряет их себе. Так и Павел, приняв много побоев, попав в темницу и, быв закован в колоду, имел тело уже изнуренное трудами, но душу крепкую и сильную, и столь силен был в узах, что одним голосом потряс основание темницы. Свободного от уз темничного стража привел узникам к ногам своим и отверз запертые двери. Итак, Павел доставил нам немалое утешение еще прежде воскресенья тем, что от искушений мы делаемся лучше и любомудрее. Римлянам 5 глава 3-5 стихи. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия извелась в сердца наши духом святым, данным нам. И другой некто говорит, муж неискушенный, неискусен, а неопытный, не имеет никакой цены. Терако 34-10. Таким образом, от скорби мы получаем немало пользы еще прежде воскресенья тел, что душа наша становится испытаннее, мудрее и разумнее, и избавляется от всякой робости. Посему он и говорит, если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Так скажи, как он обновляется? Так что изгоняется всякой малодушии, подавляется непристойное пожелание, сребролюбие, тщеславие, истребляет и прочие все вообще распленные помыслы. Как душа, преданная бездействию и беспечность, легко владевается этими страстями, так душа, непрестанно занятая подвигами благочестия, не имеет даже и досуга подумать когда-нибудь о них, потому что заботливость о подвигах отвлекает ее от всех страстей. Посему он и сказал, обновляется во все дни. Потом, желая еще более утешить душу, души скорбящих среди приключающихся бедствий и не умеющие любомудрствовать, он ободряет их надеждой на будущее, говоря так. 17 и 18 стих. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Смысл слов его следующий. Скорбь много пользы приносит нам и здесь, делая душу нашу более разумную и любомудрую, но после она доставит нам и бесчисленные блага в будущем. Благо неравноценное труда, но далеко превосходящие подвиги и в количестве, и в качестве. Объясняя, говорю то и другое. Павел делает сравнение важности опасности с важностью наград, и кратковременному противополагает вечное, легкому, тяжелое, скорби, славу. Скорбь, говорит, временно и легка, а успокоение, впрочем, он не сказал успокоение, а слава, что гораздо большее успокоение, вечно, постоянно и велика. Тего той же, здесь он выразил не обременительность и трудность, а многоценность и важность, по обычаю тех многих, которые обыкновенно называют многоценной и веским. Итак, когда он говорил вечную славу, он разумеет великость славы. Не о том только думай, как бы так, говорит он, что тебя мучат и преследуют, но и о венцах и наградах, которые гораздо больше блистателей настоящих благ и не имеют ни конца, ни предела. Но эти блага, скажешь на опыте, а те в надежде, эти явны, а те не видны, отдаленны и высоки, но хотя они и не видны, однако явственнее видимых. Что я говорю явственнее? Их ты можешь видеть лучше, нежели эти, потому что эти проходят, а те всегда пребывают. Поэтому он и пристава купил. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. 466. Если же ты скажешь, как могу я взирать на невидимое и невзирать на видимое, то я постараюсь привести тебя к вере в это посредством дела житейских. И тленными вещами, находящимися в мире, не скоро стал бы заниматься кто-нибудь, если бы прежде видимого невзирал на невидимое. Например, торговец переносит много бурь, волнений, кораблекрушений и разных затруднений, но становится богатым после бурь, когда сложат товары и долго будет производить торговлю. Таким образом, бури прежде, а товары после. Моря и волны уже являются ему, когда он выходит из пристани, а прибыли еще не видно, она еще пока в надежде. И, однако, если бы он наперед не видел этой неявной и не присущей, находящейся не в руках, а только в надежде прибыли, то не дотронулся бы и до этого присущего и видимого. Так и земледелец запрягает валов, влачит плуг, проводит глубокую борозду, бросает семена, тратит все, что имеет, переносит и мороз, и виньи, и дожди, и много других неприятностей. А после этого труда ожидает увидеть богатую жатву и полное хлеба гумно. Видишь ли, как и здесь наперед труд, а потом награда. И при том награда неизвестна, а труд известен, очевиден. Та еще в надежде, а этот на опыте. Однако и он, если бы наперед не смотрел на неизвестную, неявную и невидимую с телесными глазами награду, то ли не только не запрягал бы валов, не влачил плуга, не бросал семян, но и не вышел бы никогда из дома для такой работы. И так не безрассудно ли в делах житейских прежде явного смотреть на неявное, прежде наград переносить труды, прежде терпеть все неудобства, а потом ожидать от того пользы, и побуждаясь надеждой на невидимое принимать за видимое. А в делах Божьих колебаться и недоумевать, требовать воздаяния прежде трудов, являть малодушие и земледельцев, и мореплаватели являться малодушнее их. И не потому только мы оказываемся хуже их, что не доверяем будущему, но не меньше того и по другой причине. Почему же именно? Потому что те, даже вовсе не имея уверенности в благополучном окончании своих дел, не оставляют трудов, а ты, имея достоверного поручителя за венцы, несмотря даже и на это, не подражаешь их терпению. В самом деле, земледелец, посеяв семена, а братов бота в землю, и увидев богатые нивы, часто теряет плоды трудов своих от града, или от зловредной росы, или от саранчи, или от какой-нибудь другой подобной беды, и после многих усилий возвращается домой с пустыми руками. Так же и торговец, проплыв в широкое море, с наполненным товарами, с судном, часто при самом входе в пристань, подвергшись нападения ветров, ударяется в какую-нибудь скалу, едва спавши лишь тело, нагим выходит на берег. И вообще, во всех житейских делах при конце нередко случается много подобных бедствий. А в твоих подвигах этого не бывает. Но кто подвязался, кто сеял благочестие и перенес много трудов, тот непременно достигает конца. Потому что награда за эти труды Бог верил не переменчивости воздуха и не стремлению ветров, а положил их на небесах в недоступных сокровищницах. Посему и Павел сказал кремлянам 5.3.5. И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скоби происходит терпение. От терпения опытность от опытности надежда, а надежда не постыжает. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И так не говори, что будущее неявно, потому что если ты захочешь тщательно исследовать, то она гораздо виднее того, что в руках. Это самое и показывает нам Павел, когда называет одни блага вечными, а другие временными. Под временностью разумеет пленность их. И в самом деле они лишь только явятся, как и улетают. Лишь только придут, как и убегают. Смены их быстры, обладание ими неверно. Это случается, как вы можете видеть, и с богатством, и славой, и властью, и благообразием тел, и сил, и вообще со всем житейским. Поэтому и пророк, обличая роскошествующих и неистово пристрастившихся к богатству и всем другим пустым вещам, говорит, «Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов сущного пастбища». Как нельзя удержать тень, так и житейские предметы. Одни из них разрушаются при смерти, а другие еще прежде смерти уплывают быстрее всякого потока. Будущее же не таково. Оно не знает перемены, не допускает переворота, не испытывает старости, не терпит никакого изменения, но постоянно светет и пребывает в одном и том же благолепии. Таким образом, если надо назвать что-нибудь неявным, неизвестным и неверным, то следует назвать так влагонастоящее, которое не остается у приобретших их, но сменяет владельцев и каждый день переходит от одного к другому, а от другого к третьему. Объясним нам все это, и потому настоящее назвав временным, а будущее вечным, Павел начинает речь о воскресении и говорит так, второе к коринфянам 5.1. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, 468. Посмотри опять и здесь, какие точные он употребляет выражения, самыми названиями обнаруживая силу мыслей. В самом деле, неспроста назвал он тело обиталищем души, но указывает нам на временность настоящей жизни и объявляет о перемене на лучшее, как бы так говоря. Зачем ты воздыхаешь и плачешь, возлюбенный, что тебя бьют, гонят и заключают в темницу? Зачем ты оплакиваешь эти частные бедствия, когда тебе надо подвергнуться всецелому разрушению тела, или лучше не просто тела, но тление находящегося в теле? А чтобы доказать, что эти частные бедствия не только не должны печалить нас, но еще радовать, он заявляет, что всеобщее и последнее разрушение составляет для нас предмет желания и называет так разрушение через смерть. И далее, оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Двумя словами, небесное жилище он и называет самое тело, или под хроминой тела, разумеет, дома, в которых мы обитаем, города, внешний вид настоящей жизни. И не просто сказал «знаем», но «знаем», ссылаясь и на ведение слушателей. Я беседую, как бы так говорит он, не о сомнительных и неизвестных предметах, но о том, что вы уже приняли верою, уверовав воскресение Господа. Посему мы и называем тела умерших хроминами. Посмотри еще, какое точное он употребил выражение, не сказал истребяться и уничтожиться, но разориться, показывая, что оно, тело, разрушается, чтобы восстать более блистательным и светлым. Затем, подобно тому, как он сравнивал труды с наградами по качеству, продолжительности и количеству, так точно поступает он и здесь, называя разрушающееся тело обиталищем, а восстающим жилищем и просто жилищем, но вечным, небесным, показывая превосходство его, но и продолжительность и место, то земное, а это небесное, то временное, а это вечное. Теперь мы по немощи плоской имеем нужду и в теле, и в жилище, а тогда одно и то же будет и телом, и жилищем, не имея нужды ни в кровле, ни в каких-нибудь покровах, потому что для него нетления будет достаточно вместо всего. Далее, показывая превосходство соблюдаемых для нас благ, он говорит, ибо, находясь в этой хижине, воздыхаем под временем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Не сказал, воздыхая, но обобщая эту мысль, ибо всем, говорит, воздыхаем, желая привлечь слушателей к всему любомудрию и сделать их общниками своего суждения. Только бы нам и одетыми не оказаться раздетыми. Эти слова кажутся неясными, но они становятся ясными и следующее за ним прибавление. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Видите, как он не забывает своих слов и не называет этого жилища тела, жилищем, но опять обиталищем, потому что не хотим совлечься, но облечься. Здесь и наносит смертельный удар тем, который унижает телесное естество и порицает нашу плоть. Когда он сказал, что мы воздыхаем, мы не желаем совлечься, то, что бы ты ни подумал, будто он убегает от тела, как от зла, причина несчастья, врага и неприятеля. Послушай, как он предостерегает от этого мнения, во-первых, облечься в небесное жилище, потому что облекающийся надевает на действительно еще нечто другое. Потом словами воздыхаем, находясь в этой хижине, под бременем, потому что не хотим совлечься. Смысл слов его следующий. Не плоть, как бы так говорит он, хотим сложить в себе, а тление, не тело, а смерть. Иное тело, иное смерть. Иное тело, иное тление. Не тело, не тление, не тление, не тело. Тело, правда, тленное, однако тело не есть тление. Тело смертное, тем не менее, тело не есть смерть. Но тело было делом Божиим. А тление и смерть введены грехом. И так, я хочу, говорит, снять с себя чуждое, не свое, а чуждое, не тело, но тление. Поэтому он и говорит, не хочу совлечься, но облечься с телем не тлением. Тело есть среднее между тлением и не тлением. Оно снимает с себя тление и облекается в не тление, свергает в себя то, что получило от греха и приобретает то, что даровало благодать Божия. И чтобы ты убедился, что он относит слова совлечься не к телу, а к тлению и смерти, выслушай прибавленное непосредственно след за тем, сказав, что не хотим совлечься, но облечься, он добавляет, чтобы смертное поглощено было жизнью. То есть, чтобы оно уничтожилось, чтобы оно истребилось, так что, следовательно, он говорит об истреблении не тела, но смерти и тления. Грядущая жизнь уничтожает и истребляет не тело, а приставшее к нему тление и смерть. И так воздыхание бывает не ради тела, но ради присущего ему тления. Тело и на самом деле тягостно, обременительно и грубо, не по собственному естеству, а приставшей к нему позднее смертности. Само же тело не есть тленно, но не тленно. Его благородство таково, что и в самом тлении оно показывает свое достоинство. Тень, например, апостолов прогоняла бестелесные силы, их прах и пепел побеждал бесов, и одежды, находившиеся на их телах, уничтожали болезни и возвращали здоровье. 470. Не говори мне о мокроте, желче, поте, нечистоте и прочем, на что указывают поритающее тело, потому что это принадлежало не естеству тела, а пришедшей после тленности. Если ты хочешь убедиться в его достоинстве, то вникни в расположение всех частей его, их внешний вид, действия и взаимные согласия, и ты увидишь, что отношения этих членов друг к другу правильнее, чем в любом городе, который управляется хорошими законами, и где все граждане люди мудрые. Если же ты оставил это без внимания, станешь указывать только на его тленность и смертность, то и здесь мы не затруднимся представить оправдание, что отсюда не только не происходит никакого вреда, но и великая польза для рода человеческого, очевидно из следующего. Все святые, находясь в этом теле, явили ангельскую жизнь, и не было от него для них никакого вреда на пути добродетели, а склонные к нечести в тленности тела имели немалое препятствие к продолжению своего беззакония. Уж если многие из людей быв обличены в это тленное и страстное тело, возмечтали о своем равенстве с Богом и для приобретения себе такой славы делали много усилий, то если бы они не имели страстного и тленного тела обличителя их слабости, кого из неразумных не обольстили бы они? Итак, когда тело является препятствием и нечестием, которое есть в последний предел зла, и святые им доставляют повод оказывать душевное мужество, то какое извинение могут иметь те, которые его порицают и злословят? И не только этому можно сказать о нем, но и то еще, что оно содействует нам в Богопознании. Если в самом веке невидимое его от создания мира через рассматривание творений видимы и вера от слышания, то очевидно, что душа посредством глаз и ушей руководится к познанию создавшего ее Бога. Поэтому то самому и Павел любит его и восклицает, говоря, не хотим совлечься, но облечься с ним в бессмертие. Не говори мне, как тело может опять восстать и сделаться нетленным? Когда действует сила Божия, то как не должно иметь места? Но что я говорю о Боге? Он устроил, что сам ты совершаешь воскресение, то в семенах, то в искусствах, то в металлических веществах. Так семена, если наперед не умрут, не сгниют и не слиют, то не произвращают колоса. Таким образом, как там, смотря на гниющее и разлагающееся зерно, ты не сомневаешься в его восстании, но считаешь это яснейшим для себя доказательством, потому что если бы оно не сделалось сгниющим и тлеющим, то никогда не восстало бы. Так рассуждай и о своем теле, когда видишь тление, тогда особенные любомудрости о воскресении. Смерть действительно есть ничто иное, как совершенное уничтожение тления, потому что смерть разрушает не просто тело, но тленность его. Тоже можно видеть и на металлических веществах. Опытные в этих делах берут золотоносную землю и бросив ее в горнило, вырабатывают золото. Также из смеси искуя других веществ сделают чистое стекло. Игорь, скажи мне, неужели благодать Божия не в состоянии будет сделать того, что делает сила огня? Кто из имеющих сколько-нибудь ума может сказать это? По мысли, как Бог сотворил тебя в начале и не сомневайся в воскресении. Не землю он взял тогда и образовал? Что труднее, сотворить ли из земли плоть, жилы, кожу, кости, нервы, вены, артерии, органические простые тела, глаза, уши, нозри, ноги, руки, и каждому из этих членов сообщить особенную и общую деятельность или подвергшись от лени сделать бессмертным? Не видишь ли, как земля однообразна, а тело разнородна и многообразна и по действиям, и по цвету, и по сложению, и по свойствам, и по всему другому? Как же, скажи мне, ты сомневаешься в будущем? Но какая нужда говорить о телах? Как, скажи мне, Бог сотворил бесчисленные силы и сонны ангелов, архангелов, их высшие чины? Я не состоянию указать иного способа, кроме того, что для него достаточно было захотеть столько. Неужели же сотворивший столько бестелесных воин не может опять обновить истлевшее тело человеческое и даровать ему высшее достоинство? Кто так безрассуден, чтобы сомневаться в этом и отвергать воскресение? Подлинно, если не воскреснет тело, то не воскреснет человек, потому что человек есть не только душа, но душа и тело. Поэтому, если воскреснет только душа, то существо воскреснет наполовину, а не всецело. При том же, в отношении к душе, собственно, нельзя и говорить о воскресении, так как воскресение свойственно умершему и разложившемуся, а разлагается не душа, но тело. Что же значит изречение? Второе к Коринфянам 5.3 Только бы нам и одетым не оказаться на гиме. Здесь предлагается нам великая и неизреченная тайна. Какая же именно? Та, которой апостол говорит в послании к Коринфянам. Все мы воскреснем, каждый в своем порядке. Что же значит эти слова? То, что елен, иудей, иеретик, и всякий человек, пришедший в этот мир, воскреснет в тот день. Указанное это самое, он говорит, все, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. 472. Так как воскресение будет для всех вообще, для благочестивых и нечестивых, и злых, и добрых людей, то, чтобы ввиду этого ты не подумал, будто произойдет несправедливый суд, и не сказал себе, что это такое, что это такое, воскресну я, с усердием столько трудившийся и бедствовавший, воскреснет также язычник и нечестивавший, и поклонявшийся идолам, и не знавший Христа, и насладиться такой же честью, дабы ты, говоря, это не смущался, то послушай, что изрекает апостол. Только бы нам и одетыми не оказаться нагими, но как, скажешь, можно облегшемуся внезлению и бессмертии оказаться нагим? Как? Когда мы будем чужды славы и лишимся дерзновения пред Богом. Тела грешников действительно восстанут внезленными и бессмертными, на это честь будет для них средством к наказанию и мучению. Они восстанут внезленными для того, чтобы постоянно гореть, потому что если тот огонь неугасим, то для него нужны и тела никогда неуничтожаемые. Поэтому он и говорит, только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Не то только на самом деле желательно, чтобы мы воскресли и облеглись в бессмертие, но чтобы воскресши и облегшись в бессмертие не явились лишенными славы и дерзновения пред Богом, чтобы нас не предали огню. Поэтому он и говорит, только бы и одетыми нам не оказаться нагими. Далее желая сделать учение о воскресении достовернейшем и сказав, что смерть, смертное поглощено было жизнью на сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Смысл слов его следующий. Вначале Бог сотворил человека не для того, чтобы он погиб, но чтобы шествовал к нетлению. Так что и тогда, когда он допустил смерть, допустил ее с твою мыслью, чтобы ты вразумлялся этим наказанием и, сделавшись лучшим, мог опять достигать бессмертия. Такова была воля и мысль Божия из древля и от начала. И с таким определением он создал первого человека. Это показал он нам тотчас, в самом начале. В самом деле, если бы он не хотел в начале открыть нам двери воскресения, то не попустил бы Авеля, украшавшемуся всеми добродетелями и бывшему любезным ему претерпеть то, что он претерпел. Теперь же, показывая нам, что мы идем к другой жизни, и существует некоторый другой век праведных, в котором приготовлены награды и венцы, он попустил первому праведнику отойти отсюда, не получив здесь награды за труды свои, чтобы он страданиями своими взывал и говорил всем, что после здешней жизни есть некоторое воздаяние, награда и возмездие. Потому он и Еноха переселил, и Илью восхитил, чтобы внушить нам учение о воскресении. Таким образом, для удостоверения в этом достаточно могущества Творца, но если кто-нибудь из немощнейших желает получить другое доказательство и залог будущего воскресения, то и это Бог даровал с великой щедростью, не спаслав в великом изобилии благодать Духа. Поэтому и Павел, подтвердив учение о воскресении Христовом, воскресении и тем, что виновник его Бог, присовокупил следующее изречение. Второе Коринфянам, 5 глава, 5 стих, Носия сам и создал нас Бог и дал нам залог Духа. А залог есть часть всего и ручательство за все. Как в договорах тот, кто получит залог и не сомневается и уверен во всем прочем, так и ты, получив залог, то есть дары Духа, уже не сомневаешься в уготованных благах. Если ты воскрешаешь мертвых, исцеляешь слепых, изгоняешь бесов, освещаешь прокаженных, прочуешь болезни, разрушаешь смерть, можешь совершать столь много и таких дел в слабом и смертном теле, то как получишь ты прощение сомневаясь в воскресенье. Если теперь, когда еще не настало время воздаяния, но еще продолжаются и подвиги, Бог наградил нас такими венцами, то представь, какие блага даст Он тебе во время воздаяния. Если же кто-нибудь скажет, мы не видим теперь таких знамений и не имеем такой силы, то я замечу, что нет никакого различия теперь или прежде совершалось это, а что это совершаемо было прежде при апостолах, о том свидетельствует церкви во всей вселенной, народы, города и племена, притекшие к простым людям и рыбарям. Не покорили бы в самом деле вселенной люди не ученые, бедные, неимущие и уничиженные, если бы они не имели помощи в знамениях. Впрочем, и ты не оставался чуждым благодать духа, но еще и ныне много знамений этого дара, которые гораздо важнее и удивительнее, даже выше исчисленных, потому что ни одно и то же воскресить умершее тело или избавить от погибели душу, умершленную грехами, что совершается через крещение, ни одно и то же отогнать болезни плоти или сложить бремя грехов, ни одно и то же исправить поврежденный глаз или озарить светом помраченную душу. Так, если бы не было залога духа и ныне, то не существовало бы крещения, не было бы ни отпущения грехов, ни оправдания священия, не получали бы мы усыновления, не были бы причастниками таинств, потому что без благодати духа не могло бы быть таинственного тела и крови. Не имели бы мы и священников, потому что без его наития не может быть рукоположений. Можно было бы указать и много других знамений благодати духа. Таким образом и ты имеешь залог духа, слагаешь мертвенность души и неправость помыслов и оставляешь нечистую жизнь. Не будем же сомневаться в будущем, получив такие залоги. Всесторонне усвоив учение воскресений, покажем и жизнь достойна этого учения, чтобы достигнуть неизменяющихся благ, превосходящих всякое слово и ум человеческий, которых досподобимся всем и благодати и человека любим Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отсутся Святым Духом слава во веки веков. Аминь.